Донецк снова в огне, а на педальку тормоз уже никто из боевиков и не думает жать. Многочисленные осколочные ранения получил местный житель в результате минометного обстрела в Авдеевке. Гаубицы и САУ заняли пристреленные еще в 2014 году огневые точки. Тяжелые 120-е минометы светятся чуть ли не каждый день. Путиловская роща, Дурная балка, район больницы Победа. Причем использование артиллерии не скрывают даже сами боевики. Почитайте сводки конца мая, когда началось очередное обострение и когда в сторону противника полетело столько железа, что украинцы стонали неделю. В это самое время горожан как покорную атару овец массово сгоняют на митинг за соблюдение минских соглашений. 10 июня с раннего утра со стороны Макеевки и дальше по проспекту Ильича идут колонны автобуса. Показуха должна выйти знатной. Тем более, что за день до митинга по удивительному стечению обстоятельств Донецк подвергается самому сильному обстрелу за последнее время. Один мирный житель погиб не менее 12 получили ранения во время ночного обстрела Донецка и Макеевки. Анонсируешь, значит, митинг по вузам и предприятиям бумажечку с назнарядкой по людям отправят. Ну, это ж добровольный митинг. Кто не понял, это сарказм. Скорее добровольно принудительный. На шахтах заставили людей переть туда. И думаю, так везде на госпредприятиях. Стешина с кодцем пригласил. А тут, бац, карате летает. Ровно за день до мероприятия вдруг решили кровушки пустить. Кто-нибудь верит в такие феерические совпадения? Мы нет. А пока МГБ уже выезжает с базы по бульвару Шевченко побеседовать с авторами подобных комментариев. Отметим, что сомнения в этой версии терзают даже самых фанатичных адептов секты Путин в виде. Смотрю, уже забыли. Если вы слышите бум, свист и разрыв с металлическим звуком, то сразу звоните на горячую линию комендатуры. Рядом с вами работает ДРГ. Соскучились по диверсантам на мусоровозах? А они никуда не делись. Сверствуют нелюди, отпускников на них нет. Рядом с вами работает ДРГ. Точнее не так. Отпускники они есть. Просто кроме неуловимых диверсантов, басурин с друзьяками другой легенды придумать пока не могут. И так не очень крепкий мозг ослабел от постоянного приема горячительных напитков. Да и в годы берут свое. С отпускниками, кстати, отдельная песня. Два года российские федеральные каналы из штанов выползали, рассказывая о гражданской войне в Украине. Это страна, которая сегодня погружается в хаос, которая находится в гражданской войне. В гражданской войне. Уважаемые дядюшки в пижмаках чуть инсульт не хватали, доказывая, что никаких российских солдат на оккупированных территориях нет. На Донбассе не было и нет российских войск. Но на этой неделе пришла зрада откуда не ждали. Удар в спину, а может и ниже спины, но им там виднее. В конце июня-начале мая ДНР действительно покинули некоторые высокопоставленные отпускники. Но всех не выводят. Эти чудесные строки написали вовсе не у крас-СМИ, которые, конечно же, врут за деньги Обамы. И даже не продажная гейробская пресса. Автор – видный Новоросс с золотой картой доступа на передовые позиции боевиков. Может, это очередная ротация, а может быть, создается определенная видимость для очередных политических переговоров. Закричать «Вы все врете» в этом случае будет слегка проблематично, потому что вариантов спрыгнут на самом деле не так много. В первом, совсем нереальном варианте, придется признать, мол, да, врали два года. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Во втором варианте, с учетом вот таких откровений, РФ не хочет палить своих людей, поэтому многих командиров крупных подразделений меняют обратно на местных. Можно будет брякнуть, что Жучковский продался за Рошенке. Вон, пранкеры звонили, он подтвердил. Эти молодые люди прямо из нашей студии. Звонят участникам самых актуальных событий недели. Представляются кем угодно, лишь бы собеседник поверил. И добывают абсолютно эксклюзивную информацию. Но мы уверены на 99%, что в Кремле выберут третий вариант. Сделать вид, что ничего не случилось. Ведь с учетом возможностей федеральных каналов, даже тем, кто прочитал об отпускниках, мозги забьют типичной помойкой о фашистах и карателях. Но вот же незадача. Вроде как и по накатанной уже работают, а все равно случаются обидные проколы. Взять, например, свежую страшилку для домохозяек о том, как злая хунта воюет с памятником князю Игорю. Это станет Луганская памятник князю Игорю. Подножье памятника все изрыто тратерами от мин, БМП. Из танков в прошлом году его обстреливали. Вот же варвары! Ну и игиловцы в шароварах негодуют у экранов по всей России. Это же надо лупить по памятнику только потому, что он красивый. Бедному памятнику достается, наверное, из-за того, что красивый, мужественный воин. А сейчас мы вам кое-что покажем. Так сказать, карту местности. Смотри-ка, чудеса, да и только. Оказывается, вся земелька вокруг памятника разрыта. Окопчики, АГС, минометики. Все, как Путин прописал. Что получается в итоге? Устраиваешь возле памятника укрепрайон, тем более, что с горочки всегда насыпать удобнее. У памятника князю Игорю основные позиции в этом районе. А как ответочка прилетает, так толпа с камерами уже тут как тут. Бедному памятнику достается, наверное, из-за того, что красивый. Согласитесь, удобно. Причем это же не единственная история. Вон и в Старомихайловке, оказывается, каратели с детскими садами воюют. А вооруженных людей вообще там нет. Позиции артиллерийских батарей вооруженных сил ДНР в Старомихайловке нет. Украинская армия продолжает героически воевать со школами, детскими садами и церквями. Открываем отчет ОБСЕ. И вот уже черным по белому очередной привет фейкометам. Наблюдатели видели позицию блокпост ДНР на этой же улице в 800 метрах от детского сада. О чем думают люди, которые решаются окопаться возле детского сада? Ну точно не о местных детях. Боевиков жизнь детей интересует меньше всего. Хотя, если узнавать о войне исключительно из новостей федеральных каналов, то схема работает. Участились случаи нарушения перемирия украинскими силовиками. Поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка сейчас обстреливают. Для полного счастья Александера с товарищами осталась самая малость. Выжить из оккупированных территорий международных наблюдателей. Тогда можно будет не просто врать, а завираться. И в этом направлении боевики активно работают. С 20 мая вооруженные члены ДНР по-прежнему не подключили к электропитанию ретранслятор мониторинговой миссии в Донецке. Для тех, кто не понял, камеры наблюдения ОБСЕ в Донецке удивительным образом остаются обесточенными. Мол, света нет, вторую неделю не можем починить. Самих членов мониторинговой миссии вооруженные люди просто не пускают на объекты. Члены ДНР отказали наблюдателям мониторинговой миссии в доступе к селу и заявили, что наблюдателям не следует больше приезжать в этот район. Объяснения простые. Извините, нет приказа. Или другой вариант. Вот просто берешь и стреляешь с калаша в воздух. После чего заявляешь, идет бой с диверсантами, срочно покиньте квадрат. И так изо дня в день. В пограничном районе неподконтрольном правительству вооруженные члены ЛНР настояли на том, чтобы наблюдатели покинули этот район. О чем это все говорит? Да только о том, что в Москве, видимо, поняли. Отмена санкций пока не светит. А потому дали отмашку на продолжение войны. Ведь судите сами, агрессивная пропаганда, ограничение доступа для ОБСЕ и артиллерия на позиции. Разве станут так поступать те, кто действительно хочет мира? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова